Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 21 мая 2018 года, понедельник. Поздравляю всех с началом новой трудовой недели, желаю, чтобы она была успешной и высокодоходной. Давайте посмотрим, что у нас было в конце прошлой недели, как мы начали сегодняшний день. Начинаем, как обычность, технического анализа. Биткоин, друзья, торгуется сейчас повыше, 8492 доллара за один биткоин. Ну, также в боковике, в таком широком, чуть выше, чуть ниже. Ну, можно быть, как-то сузить вот так вот планочку, да. Будем надеяться, что это движение вверх, вниз и опять вверх. Ждем биткоина вверх, верим в него. Эфириум вверх, да, скажем так, открылся выше, чем пятница, но по днюю немного снижается. Вот так вот, скажем. Эфириум, та же история, открылся выше, снижается. Лайткоин слегка снижается. Эфириум классик слегка снижается. Зикэш сегодня снижается чуть поактивнее. Дэш легко снижается. Манера снижается чуть посильнее. Легкий минус, друзья, в понедельник утром ни о чем не говорит. Давайте подождем часик, посмотрим, куда двинется дальше биткоин. Ну, пока еще раз говорю, да, причем снижение было, и оно уже отыграно. Посмотрите. Такое утреннее. Так. Мы даже пытались уже в плюс зайти. Ну, давайте будем наблюдать. На мой взгляд, тренд однозначно наверх. Мне кажется, из этого временной просадки мы вполне себе выйдем. Тем более, что на прошлом часе уже попытка была. Так что наблюдаем за этим коридором. Сейчас даже планов по биткоину строить не будем. Американский сорт нефти, ну, явно, явно хочет пробить наверх. Вот это сильное сопротивление 71,65. Сейчас мы уже выше, и явно хотим, хотим прямо наверх. Вот это вот сильная была очень такая точка. Мы ее пробили сегодня с утра. Да, делаем ретест. Но, мне кажется, тренд наверх по нефти. 71,72 по WTI. Прекрасный показатель. Индекс доллара творит чудеса, друзья. Который день уже, ну, мы помним, что вообще все началось еще в середине февраля. Когда дважды постучались минимум по индексу доллара. Потом долго торговались ниже уровня сопротивления. Пробили его, и теперь летим как ракета. 93,89 уже индекс доллара. Ну, что? Похоже, что его сегодня не остановить. Евро-доллар, соответственно, на лаях. 1,17,22. И можно предположить, что все на лаях. 1,34,10. На локальных. Это дневной график так-то на всякий случай. С начала года мы здесь не были. Доллар-иена. Доллар, естественно, на хаях. Тоже с января здесь не были. В общем, бьет январские хаи в мае. Индекс доллара и, собственно, сам доллар относительно других валют. Вот доллар-франк еще не на хаях. Но явно, если что-то, он танцует вокруг единицы, вокруг паритета. Но явно он будет сегодня добирать свое. Доллар-канадец. Постет третий день. Не так уверенно, конечно, картинка выглядит. Да, хаев по доллар-канадцу еще есть куда прогуляться. Но мне кажется, мы выйдем из треугольника наверх. Австралиец умеренно снижается. Кстати, не поддерживает такого глобального тренда. А вот новозеландец снижается поактивнее. Золото пошло вниз, друзья. 1282. Шорт. Серебро. 1626. Сегодня решительно вниз. Но оно более такое умеренное. Сказать, чтобы шорт по серебру прямо при этой картинке, конечно, трудно. Хотя, судя по всему, сегодня доллар будет доминировать по рынку. Вопрос только в том, по каким инструментам сильнее, по каким слабее. Пока доминирует по всем. Ну, единственное, сейчас нефть, мне кажется, если будет отбиваться... А, подождите. Нефть будет пробивать или нет? Нефть в плюсе. Индекс доллара и нефть растут параллельно. Просто сильную зону сопротивления нефть еще не прошла. Поэтому ждем с интересом. Наблюдаем, сможет или нет. Или доллар все-таки продоминирует и по нефти. Покупка доллара основная идея. Это понятно. Давайте посмотрим глобальные новости. В Китае и США достигли соглашения для прекращения торговой войны. О, пожалуйста, в мире успокоилось все. А что ж доллар так летит наверх? Британские депутаты назвали грязные деньги из России угрозой для страны. Сейчас начнут метелить наших олигархов. Ну, собственно, наверное, уже начали, потому что вижу новость следующую. У Романа Абрамовича из стекла британская виза новую пока не дали. Ага. То есть проблемки уже начались. Хотя там было серьезно. Там же Челси играл на финал Кубка Англии 19 мая с Манчестер Юнайтед. И его не пустили на этот матч. Они знали прекрасно, что он такой любитель футбола. Так вот, так сказать, рвется. И ему визу не продлили. 19 мая, правда, Челси выиграла и без Абрамовича. Но сам факт, что его не пустили на настолько интересное для него событие, это тревожно. Другие, кстати, олигархи из Лондона тоже новости кое-какие есть. Например, выступил бизнесмен Чичваркин. На русском языке брали у него интервью. И он сказал, я практически нищеброд. Ну, понятно, на Западе делать деньги, это не как в России. Все, кто ехали, ни один суперзвездой не стал. Далее, друзья. Тревожная новость из Германии. Там что-то постоянно обсуждается тема не допустить нового столкновения Германии и России. Ну, помните, да, Первая мировая война Россия с Германией. Германия с Россией, точнее. Вторая мировая война Германия с Россией. Основные, я имею в виду, оппоненты. Ну, и Третья мировая война, вот пишет, сейчас пишет, это последние месяца три, наверное, уже одна статья за другой. Сейчас вот немецкое издание «Юнге Вельт» призвало вооруженные силы Германии отказаться от любых мыслей о противостоянии с Россией. Ну, и так далее. Они объясняют, что этого делать не надо. Вот. Типа, если НАТО хочет, пусть НАТО и воюет. Хорошая логика. Два раза нас уже столкнули, две мировых войны мы вынесли на плечах. Так, не дай бог, никаким странам в истории, что про Германию говорить не буду, а про Россию имею право, как гражданин России. Не дай бог нам больше таких войн. Ну, и то, что немцы это понимают, эти статьи публикуют, они, с одной стороны, вызывают тревогу, значит, тема есть, значит, кто-то эту тему обсуждает, там, в правительстве или еще где-то. Ну, а с другой стороны, что такое здравое рассуждение, здравое понимание, это, конечно, хорошо. Далее, коллеги, давайте посмотрим с вами на события в России. Ну, главное событие в России, конечно, вы знаете, друзья, это завтрашний форум, криптофорум в Москве. С 10 до 18 я буду там, а наш стенд ТО9, запомните ТО9, но там выставка не такая большая, прогуляться, естественно, на стенд Интерстрим Ютрейд ТВ увидите. Ну, а в 17.15 я выступаю с темой, давайте посмотрим, Интерстрим Маркетинг на рынке криптовалют и инвестиционных токенов. Вот Игорь Суздальцев, генеральный директор ИКТ Менеджмент, редактор Интерстрима Ютрейд ТВ. Кто не в курсе, ИКТ Менеджмент – это компания оператор Ютрейд ТВ и новости С, оператор всех Интерстримов, которые есть и будут. Ссылочку в чате прилагаю, бесплатная регистрация, коллеги, там есть поле компания и должность, можете писать смело, у кого нет рабочего места, можете смело писать Ютрейд ТВ эксперт или аналитик. И, так сказать, спокойно с этим бэджиком ходить. Советую сделать это сегодня, чтобы завтра у вас был уже готовый бэджик. Почему вечером специально выступаю? Потому что как раз кто из вас работает, может на час вечером пораньше отпроситься, приехать, потусить, пообщаться. Почему нет? Я всегда рад. Стараюсь делать это максимально удобно для участников. Далее, коллеги. Сбербанк CIB, корпоративный инвестиционный банк Сбербанка, заподозрил «Газпром» в ущемлении интересов акционеров. О, как у нас пошло. Русал рекомендовал инвесторам быть особо осторожными из-за санкций. Прикиньте, Русал предупреждает, что при обращении с его бумагами надо быть особо осторожными. То есть он сам сейчас людей напугал, люди сейчас побегут, потому что если сама корпорация предупреждает об опасности работы с их акциями, они объясняют причину в связи с негативным влиянием санкций США на бизнес-компании. То, естественно, любой вменяемый инвестор сейчас все побросает и он бежит. Далее, коллеги. Немецкий ритейлер электроники и бытовой техники Медиамарт уходит из России после 10 лет работы. Да, это грустно. И, кстати, для магазина «Метро» тоже немецкий магазин. «Метро Кэшнг Кэри» продовольственный. Мелкооптовый он называется. Тоже не очень хорошая новость, потому что они последние годы половину площадей издают Медиамаркту. Если Медиамарк уйдет, то понятно, что финансовая ситуация немножко ухудшится. И «Метро» тоже. Но будем надеяться, они найдут новые пути развития. Далее, друзья, выступил советник Владимира Путина по интернету Герман Клименко и сказал, интересный текст, он сравнил Телеграм, который пытаются закрыть, с классическим вирусом и рассказал об изменении технологии ограничения работы мессенджера. Ну, понятно, что будут добивать это, понятно. Друзья, принц Гарри женился на выходных, женился на очень удивительной, так сказать, невесте. Никто не верил, что это случится. Ну, давайте даже на нее посмотрим. Может быть, кто-то не знает. Она достаточно известная девушка. Меган Маркл ее зовут. Она звезда многих сериалов, но в частности сериал «Суц», «Пиджаки» про юристов, про американских. Я его смотрю, хороший сериал. Она там играет, так сказать, одну из главных героинь. Но что удивляет? Во-первых, она американка. Британцы не любят американцев. Во-вторых, она мулатка, афроамериканка. Она наполовину, я так понимаю, не знаю подробностей. Но понятно, что она имеет африканские корни. Ну, то есть, наследник будет частично афроамериканцев, наследник британской короны. Это, конечно, интересно. Более того, чисто как по-человечески, она старше его на три года, разведена. Ну, то есть, что значит любовь? Если сто лет назад ему бы в жизни не позволили жениться на ней, а сейчас демократия, друзья, сейчас все. Или там это стоило бы ему короны. Пришлось отказаться, приженить бы на простолюдиньке. Раньше было требование, было отказаться от претензий на корону. А сейчас нет, все можно. Даже на церемонии выступал хор афроамериканцев. Ну, жизнь-то меняется. И хорошо. Я очень рад этому обстоятельству. Так что, принц Гарри, Меган Маркл, поздравляем. Счастья, удачи, здоровья, семейной жизни. Внуков королеве. Как правнуков уже королеве. Давайте, давайте. Вперед. Все, коллеги. Далее. Праздники сегодня. Весь день праздник в Канаде, День Виктории, в Швейцарии и в Германии. Там духа в день. Не знаю, что это такое. Ну, смотрите. Серьезные страны отдыхают. Канада, Швейцария, Германия. То есть, может чуть поспокойнее быть сегодняшний понедельник. Новостей макроэкономических никаких. Подводим итоги. Друзья, сегодня с утра индекс доллара шарашит наверх. Нефть пытается за ним подтянуться. Все остальное немножко подснижается. Причем кое-что относительно доллара снижается посерьезнее. Как, например, еврик и золото. Смотрим, смотрим. Такая доминация понедельника. Как она продолжится в течение дня и продолжится ли. Но тренд сейчас однозначно. Укрепление доллара по всем фронтам. Прошу его учитывать. Понятно, что понедельник день поспокойнее. Может быть, сегодня будет каких-то глобальных проходов. Но небольшим объемом постоять в покупке доллара, на мой взгляд, сегодня вполне можно. И поскольку это основная торговая идея. Ну, а кто-то, я уверен, начнет сейчас ловить коррекцию. И есть мастера, которые на этом прекрасно зарабатывают. Спасибо, друзья. Друзья, напомню еще раз, что завтра на E-Trade TV выходной день. Мы все на выставке. И в среду утром возвращаемся в эфир. Естественно, расскажу, что и как было. Спасибо, друзья. Всем удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.